Масштабная реконструкция спорткомплекса началась в 2019 году по решению главы региона Александра Богомаза. Управление капитального строительства Брянской области взялось за реализацию этого уникального проекта. Фактически на месте старой ледовой площадки построен новый универсальный спортивный комплекс. Это особое событие для хоккеистов. Ледовый дворец располагает всем необходимым для тренировок. И вот торжественное открытие, в котором принимают участие и юные спортсмены. Директору спортивного клуба «Брянск» Дмитрию Ларину вручают символический ключ от ледового дворца. Глава региона Александр Богомаз вместе с почетными гостями посмотрели новый спортивный комплекс. Здесь гостиница на 38 комнат, спортивный и тренажерный залы и так называемая бросковая зона, где юные спортсмены будут оттачивать мастерство бросать поворотом без промаха. С одного удара попасть поворотом попробовали почетные гости и Александр Богомаз. Много лет назад здесь начиналась история брянского хоккея. Теперь в этих стенах будет воспитываться новое поколение брянских чемпионов. Очень все хорошо в плане того, что есть спортивный зал, тренажерный зал, все в шаговой доступности, все под рукой. То есть подготовка будет хоккеиста на высшем уровне. Новые ворота, новый лед, новое все, залы. Ну, нравится очень сильно. На открытие ледового дворца приехали именитые хоккеисты. Чемпион мира Андрей Николишин, Игорь Щедилов, Виталий Людкевич, Олег Кваша. Для юных хоккеистов на новой ледовой арене звезды провели мастер-класс, показали хоккейные упражнения и помогли улучшить мастерство. В таком возрасте очень много надо уберять внимания катанию. Потому что именно сейчас закладываются основные азы, так скажем, катания. Потому что в возрасте, когда ты становишься старше, тебе уже это сложнее делать. Поэтому я считаю, основной ацент, как раз мы пытаемся, чтобы они катались, научились кататься спиной и лицом. Ледовая арена построена по самым последним технологическим проектным решениям. С инновационной системой ледообразования. Реконструкцию можно назвать уникальной. Здесь смогут заниматься одновременно несколько групп. Мы тренировались на улице, золотая шайба, где приходилось самим чистить, заливать. Конечно, это огромное подспорье для города, для области, а для мальчишек, тем более, в таких условиях тренироваться. Я надеюсь, что в будущем они это оценят и массовость хоккея возрастет. В Бежице создан целый спортивный кластер. С суперсовременным легкоатлетическим стадионом, футбольным полем и вместительными трибунами под козырьком. Ледовыми катками, тренажерными залами и собственной гостиницей. Ко всему этому на территории возводится крытый манеж для юных брянских футболистов. Комплекс можно назвать спортивным городом, где есть все для тренировок и проведения соревнований различного уровня. Все это станет фундаментом для воспитания здоровой молодежи и новых чемпионов Брянской области. Екатерина Зойдина, Алексей Рязанцев, Виктор Левченков. События. Брянск.